Сначала почка, потом печень украинцы сваливают в Израиль по частям. Общество, постсоветское пространство 22 ноября 8 и 1 с начала почка, потом печень. Украинцы сваливают в Израиль по частям в Казахстане и помогают гражданам незалежно решать свои материальные проблемы. Дмитрий Родионов. Комментарии в просмотров 3 119. Фото, Юрий Машков слэш таз материал комментируют. Лариса Шеслер. В казахстанском городе Шемкент задержан главный врач городской клинической больницы номер вопросительный знак 1 Абалайданбай, которого подозревают в незаконных операциях по трансплантации человеческих органов. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана. По данным ведомства, в 2017-2018 году в республике действовала преступная группа, занимавшаяся трансплантацией органов, в которой состоял и главврач. Ее клиентами выступали богатые иностранцы, преимущественно из Израиля. Донорами же выступали граждане Украины, Узбекистана и Киргизии. Они шли на это из-за тяжелого материального положения. Сам Донбай проводил операции за крупное вознаграждение. Он обвиняется по части 2 статьи 264 «Участие в транснациональной преступной группе» и части 3 статьи 116 «Незаконное изъятие органов человека» Уголовного кодекса Республики Казахстан. По аналогичным статьям были возбуждены дела и против других участников банды, которые были задержаны ранее. Как сообщает Спартнак Ньюз, КЗ, Абылай Донбай стал главным врачом Шамкенской клинической больницы всего 8 месяцев назад. По информации издания, молодой директор попал под подозрение почти сразу после назначения. В прошлом году в Шамкенской клинической больнице номер вопросительный знак 1 иностранцам сделали 17 операций по пересадке почек. Об этом сообщается на официальном сайте медучреждения. Среди пациентов граждане Германии, Канады, Израиля и Румынии. Отметим, что, согласно законодательству Казахстана, гражданам республики запрещается отдавать и иностранцам свои почки и печень. Трансплантации между иностранцами разрешены. Как пишет Украина.ру, с января 2019 года на Украине начал действовать новый закон о трансплантации, согласно которому, каждый гражданин Украины должен либо согласиться, либо запретить изъятие своих органов после смерти. Если он при жизни не успел выразить свое мнение по этому вопросу, то решение примут родственники, в случае их отсутствия вступает в силу принцип, нет согласия нет по смертному донорству. Однако, как сообщает издание, система здравоохранения оказалась не готова к новому закону встранения от реестра доноров и рецепиентов. Медики же боятся, что без этого реестра после проведения операции им будут угрожать уголовные дела. Закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет за насильственное изъятие органов и до 7 за незаконную торговлю ими. Украина.ру напоминает, что несколько лет назад в стране разгорелось несколько громких скандалов, связанных с незаконным изъятием органов. Одной из первых была история с Львовской областной клинической больницей, медработники которой выдавали свидетельства о смерти младенцев, а на самом деле оформляли липовые отказы родителей и продавали малышей на органы в США и другие страны. Позже в ходе журналистского расследования немецкое издание Der Spiegel выяснило, что в 2000-2001 годах местная компания Tartogen Medical GmbH, специализирующаяся на изготовлении имплантов на основе костной ткани человека, вывезла из Украины фрагменты более тысячи тел, каждое из которых принесло прибыль в размере доллар 250 тысяч. Уголовные дела против черных трансплантологов, как правило, разваливались, и они отделывались испугом. Издание приводит приблизительную стоимость органов, легкая до 150 тысяч евро, целая печень до 550 тысяч евро, роговица глаза до 15 тысяч евро, килограмм костного мозга доллар 20 тысяч, а стоимость почки варьируется от 15 тысяч евро в Китае до 250 тысяч евро в США. Казахстанское издание InBusiness.KZ после случая с Донбаем выяснило, что человеческую почку в стране можно купить за 10 миллионов тенге, около 26 тысяч долларов. Отсутствие в странах цивилизованной структуры такой сложной отрасли, как трансплантология, вызывает огромный криминальный интерес, и поставка органов для трансплантации становится источником многомиллионных прибылей, считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шисселлер. Пространство бывшего Советского Союза стало полем такой деятельности, поскольку существующие тесные связи в профессиональных медицинских сферах сочетаются с огромной разницей в доходах в разных регионах. Доцент убийцы Соколов становится героем анекдотов на наших глазах. История доцента-ричленителя из страшного преступления превращается в шоу. Сочетание обнищания населения и безнаказанности преступных группировок. Вот основные факторы, которые делают Украину активным поставщиком на этом криминальном рынке. Судите сами. Сегодня минимальная пенсия составляет 55 долларов, а минимальная зарплата 140 долларов. СП. Закон о трансплантации органов и других анатомических материалов человека подписал бывший президент Украины Петр Порошенко. Нужен ли был закон? Кому он выгоден? То, что этот закон усиленно лабировала американка Ульяна Супрун с 1 августа 2016 года по 29 августа 2019 года исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины РЕД по прозвищу Доктор Смерть, сразу вызывало подозрение. Насколько мне известно, до принятия этого закона пересадка органа от живого донора допускалась только в случае родственного донорства. По новому закону такое ограничение было снято. СП. Вызовет ли данная история резонанс на Украине? Или не обратят внимания? Конечно, тема черной трансплантологии довольно скандальная, и привлекает внимание СМИ. Но, учитывая общее состояние экономики, социальной сферы, политические скандалы и разруху инфраструктуры, я думаю, эта тема не станет главной в украинских газетах и на сайтах. По советское пространство, Литва уверяет, это не Советский Союз нас кормил, а мы его. Новости политики. Спикер парламента Эстонии потребовал от России вернуть аннексированные территории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...